Александр работает на комбинате «Запорож-сталь» чуть более года. О карьере металлурга мечтал ещё со школы. Поступил в Днепропетровскую национальную металлургическую академию. Окончил её с красным дипломом. Получить работу на комбинате хотел ещё во время учёбы. Сейчас он оператор поста управления стана холодной прокатки и исполняет обязанности инженера-технолога. У меня трудностей не возникло. Я пришёл, посоветовался. Мне говорят, красный диплом, ты нам нужен. Всё. Мы тебя берём в прокатное отделение. Я же целенаправленно учился на обработку металлодавлением. Хотел пойти работать в ЦХП-1 на «Запорож-стале». Тема диплома у меня связана с ЦХП-1. Специалисты предприятия разработали специальные программы для привлечения талантливой молодёжи. Лучшие студенты могут пройти расширенную производственную практику без отрыва от учёбы. Попал на «Запорож-сталь» на практику третьего курса. После этого «Запорож-сталь» комбинат предложил трудоустройство на пятом курсе. Вот, пришёл. Не все попали на комбинат. И, можно сказать, счастливчик. Зарплата молодых специалистов от 5 до 7,5 тысяч гривен. Для талантливых студентов «Запорож-сталь» учредил 30 стипендий. Курс на поддержку перспективной молодёжи, привлечение лучших специалистов – верный путь для предприятия, которое развивается, вкладывает средства в модернизацию, экологические программы, считает главный инженер предприятия Владимир Буряк. Комбинат работает уже не первый год по программе «Школа-вуз-комбинат». И на сегодняшний день мы трудоустраиваем молодых людей, которые окончили и ПТУ, и техникум, и институты. Скажем, каждый год около 300 молодых специалистов приходят на комбинат. И комбинат даёт первое место. Ведь оборудование – это оборудование. Оно есть, было, будет ещё. Но самое главное – человек, особенно молодой человек, ему нужно дать первое рабочее место, чтобы это было толчком в его жизнь. Ежегодно около полутора тысяч студентов в вузов, колледжей и учащихся профессиональных лицеев проходят на предприятии знакомительную, производственную и преддипломную практику. Только за восемь месяцев этого года практику на комбинате прошли около тысячи студентов в вузов и двухсот учащихся профтехучилищ. Павел Васильев, Юрий Васильченко, ТВ5.